Всех приветствую, мои дорогие! За последнее время была несколько раз в магазине Бьюти Маркет и сейчас хочу показать, что я там купила. Взяла вот такой лак для волос. Это у нас мега фиксация. Взяла номер 5. Сильные, заметно более густые волосы для тонких и истощенных волос с кератином. Такой лак. Лаком я пользуюсь редко, но когда на улице сильный ветер, не хочется, чтобы волосы как бы летали и тогда я уже прибегаю к помощи лака. Я им уже один раз воспользовалась. Мне он понравился. Нормальный аромат. Волосы не выглядят склеенными. Легко расчесываются потом. И также неплохо лак держит волосы. И стоил этот лак 209 рублей. На него был желтый ценник. И вот в таком он объеме. Также взяла две вот такие туалетные водички. Просто захотелось чего-то новенького. Эти флакончики привлекли мое внимание. Я их потестила. И мне ароматы понравились. Знаете, такие сладковато-фруктово-цветочные ароматы. При этом это не приторная сладкость, а такая просто как что-то вкусное, скажем так. И я не могла из них выбрать. И поэтому взяла оба аромата. Первый вот так называется. Здесь такой небольшой объем. И второй вот так называется. И стоили они 85 рублей. Но в тот день, когда я их покупала, была скидка 15%. И они мне каждые обошлись в 72 рубля 25 копеек. Взяла я еще вот такую помаду-карандаш от Essence. Вот так вот она называется. В номере 04. Вот такое название. Я ее в магазине не тестила, потому что не было тестеров. И вообще вот эта помада одна денешенька стояла в ячейке. Больше не было никаких подобных помад. И на нее был желтый ценник. Стоила она 99 рублей. Она была полностью запечатана. Это я уже дома с трудом открыла. И я ориентировалась на цвет упаковки. Так как не могла угадать, какой оттенок будет, то понадеялась, что будет вот примерно как цвет упаковки. И действительно оттенок оказался неплохой. Но я еще с ним не ходила, поэтому не знаю, как вот на губах смотрится, как держится. Такой немного, знаете, как вот, как твердый карандаш по первым впечатлениям. Даже вот мне не карандаш помаду напоминает, а именно вот карандаш для губ. Вот такой. Ну, оттенок красивый. Цена тоже была привлекательной. Поэтому рада, что купила. Купила еще вот такой консилер от Catrice. Камуфляж. В номере 010 Ivory. Стоил он 213 рублей. Но в тот день была скидка 20%. И мне он обошелся в 170 рублей 40 копеек. Я его взяла про запас, потому что у меня вот есть точно такой же консилер, которым я пользуюсь. И, как вы видите, уже так достаточно немало использовала. Он мне нравится. Он мне подходит по оттенку. Он неплохо перекрывает какие-то небольшие покраснения, недостатки. Давайте я вам сделаю сводч. Он так, знаете, хорошо вот как бы разносится. На коже не заметен. И до этого я либо вообще его не видела в магазинах, либо видела, но не было подходящего мне оттенка. Потому что вот этот вот первый я заказывала на сайте Beauty Home. И вот в этот раз увидела и решила, что надо брать. Потому что я так подозреваю, что вот этот мой скоро может начать заканчиваться. И взяла. Тем более, раз в этот день была скидка 20%, было глупо не воспользоваться. Дальше. Купила я вот такую палетку. Это у нас идет палетка на 4 рефила. Вот информация. Там такие еще были, по-моему, на 8 рефилов от Essence. Вот так вот она выглядит. Но я ее брала, думала, воспользуясь для вот таких рефилов, которые мне с сайта Beauty Home приходили в подарок за то, что я у них заказ делала. Но, знаете, оказалось, что они не подходят. Вот я один уже достала. Это тоже тени от Essence. Подарок мне приходили. Видите, они больше. Но я решила, что либо я потом куплю именно такого размера. Мне кажется, там даже под эту палетку продавались тени, однушечки. И я просто потом куплю тени, которые мне понравятся по оттенку. И как бы соберу свою палетку, скажем так. Стоила 115 рублей. И со скидкой в 20% обошлась мне эта палетка в 92 рубля. Пока полежит. А в следующий раз я посмотрю уже под нее тени. Дальше купила я две одинаковые кисточки. Вот такие кисточки. Это кисточки для теней. Давайте вот покажу. Вот такая кисточка. По-моему, очень красиво оформлена. Такая она, как плотненькая немножко. Стоили эти кисточки каждые по 99 рублей. Но мне со скидкой в 20% обе кисточки обошлись в 158 рублей 40 копеек. У меня теней много. И как бы кисточки никогда лишними не бывают. И так же в этот раз я купила кисть для румяной хайлайтера. Вот от нее упаковка. Из такой коллекции. Номер 01. И вот так красиво выглядит сама кисть. Посмотрите, какое у нее красивое оформление. Такое, мне кажется, весенник. И сами такие кисточки весенние, на мой взгляд. Она мягкая такая, нежная на ощупь. Там еще была кисточка в другом варианте. Более как бы большая и как скошенная. Но мне стало интересно вот именно такую попробовать. Хочу все-таки попробовать подружиться с румянами. Потому что не очень, скажем так, я дружу с румянами. Не очень мне нравится периодически, как они на мне смотрятся. И вообще я румяна не часто использую. Возможно, поэтому. И вот хочу все-таки попробовать еще вот с такой кисточкой. Стоила эта кисточка 225 рублей. И со скидкой обошлась мне в 180 рублей. Давайте я беру. И купила я еще вот такую кисточку. Вот от нее упаковка. Кисть для губ. Выглядит она вот так. И вот она открывается. И вот такая кисточка. Когда у меня помада или бальзама заканчивается, чтобы использовать до конца как бы их, я вот буду использовать эту кисточку. Так. Стоила она 99 рублей. Со скидкой в 20% обошлась мне в 79 рублей 20 копеек. Вот такая кисточка. Тоже я ее еще не пробовала. Не знаю, удобная она или неудобная. На первый взгляд, неплохая. И она такая небольшая. Мне нравится, что она закрывается. Мне кажется, что ее будет удобно брать с собой, например, в дорогу. Так. Дальше. Увидела я первый раз вот такую палетку. До этого я не видела. Или, может, просто внимания не обращала. Из такой же она серии, как и кисточка для румян. Посмотрите, как красиво все оформлено. Сразу скажу, что стоила она. Так. Сейчас у меня тут чеки лежат. Стоила эта палетка 285 рублей. Со скидкой обошлась мне в 228 рублей. Здесь вот есть аппликатор. И вот такие, на мой взгляд, очень красивые тени. Я еще с ними не ходила. Но так как я это видео не первый раз пытаюсь снять, то я уже делала сводчи. Поэтому может показаться, что тенями уже пользовалась. Вот так красиво они оформлены. Вот такие цвета. Давайте делаем сводчи. Вот так на палец набираются. Они, видите, как с шиммером. И при этом чем-то мне некоторые, как меловые напоминают. Вот так легко набираются. И давайте перенесем сюда. И вот такие оттенки. По-моему, такие нежные цвета. Неплохие оттенки. Вроде как при переносе на руку ничего не сыпется. Просто тени у эссенс бюджетные. И есть тени, которые, да, и сильно сыпятся. И цвет как-то недолго держится. Ну, по крайней мере, это я сужу по тем теням, которые у меня есть. Которыми я пользовалась. Ну, вот эта палетка, на первый взгляд, производит хорошее впечатление на меня. И я рада, что я ее купила. Попробую. Я надеюсь, что, по крайней мере, на базу под тень она будет неплохо держаться. Так. И последнее, что я вам хочу показать. Тоже я долго думала, брать, не брать. Не первый раз уже обращаю внимание. Это украшение. Так, сейчас я сразу скажу. На него был желтый ценник. И стоило украшение 422 рубля 50 копеек. Вот такое вот красивое украшение. Вот так вот оно выглядит. Здесь, как вы видите, цепочка. Вот такой вот замочек. То есть вы можете более коротким, например, сделать это украшение. Ну, либо длинным. Вот так оно выглядит. Такое вот, как ожерелье. Здесь такие камушки. Там еще такое было с черными камушками. И еще было, как бы, сделано под золото с розовыми камушками. Я уже давно на него засматриваюсь, скажем так. Ну, вроде как, не вещь первой необходимости. И я не покупала. А тут, ну, как я уже сказала, весна. Хочется чего-то новенького. И вот я решила, почему бы действительно не купить себе. Не так часто я себе какие-то украшения покупаю. Вот видите, у меня вот такие колечки серебряные, вот с такими камушками. И мне кажется, что, ну, не идеально, конечно, подходит. Ну, как бы, скажем так, в одной гамме, что ли. Мне кажется, что вот с этими кольцами красиво будет, как, ну, можно сказать, как комплект, что ли. Красиво будет вот это ожерелье. Так назовем его, одевать. И еще можно одевать, как браслет. В два раза накручивать и будет вот так смотреться. Сейчас я не буду одевать. Вот так. Если как браслет. Только в два раза наматывать. Так, сейчас я попробую продемонстрировать. Если, например, цепочку более застегнуть коротко. Так, сейчас вот я сделаю и покажу вам. Мне кажется, можно тоже носить. Вот так вот где-то в два раза. То есть вот колечки и вот так как-то будет. Смотреться, если как браслет носить. Ну, в любом случае, буду с удовольствием носить. Мне нравится вот сочетание серебра с таким цветом камушков. Рада, что купила. Так, и это были все мои покупки в бьюти-маркете. Это были покупки за три раза. Три раза я заходила в магазин. И вот такие покупки сделала. И это было все видео. Всем огромнейшее спасибо за внимание. За ваши лайки, комментарии. И до новых встреч. До новых видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова